Видео переведено и озвучено по инициативе и организационной поддержке сайта Лисосад golesosad.com Семена и саженцы редких растений При финансовой поддержке общественной организации Международное Содружество Творцов Родовых Поместей Они исключительно высокой ценности В Северной Америке их все меньше, как все меньше западного красного кедра, ценной древесины Так что у нас тут дерево, посаженное ради сохранения вида Пока оно росло, это стало одним из моих любимых мест Эстетически, одним из самых красивых мест на ферме Как для меня, так и для большинства гостей Но помимо этого, у меня есть вид, способный пережить пожар Похоже, не имеющий никаких проблем со здоровьем Дающий высококачественную древесину И только мне решать, когда я захочу его спилить Они будут расти и расти Как вы знаете, красное дерево может быть 3-4-5 метров в диаметре Я сомневаюсь, что эти деревья станут такими толстыми Но когда я спилю их, они дадут ростки от пней и начнет расти новый лес Меня зовут Роуэн Рид Добро пожаловать на агролесоводческую ферму Бамбара Это частный проект на 42 гектарах, основанный мной Поскольку я считал, что есть то, что я могу привнести в выращивание деревьев на фермах Это было интересно, поскольку 27 лет спустя я продолжаю заниматься, в общем-то, тем же самым Это нечто среднее между исследовательским центром и практической фермой с элементами демонстрации Я, в общем-то, задумал это по примеру фермы, увиденной в Новом Уэльсе Где они демонстрировали альтернативные технологии И у людей была возможность приехать, посмотреть, как все происходит Поговорить об этом, найти нужных людей и уехать с какими-то идеями Это не столько демонстрация того, как должна выглядеть каждая ферма Но достаточно демонстрации, чтобы люди почувствовали, что будет, если попробовать выращивать деревья на своем участке Это черное дерево, локально местный коренной вид для нашего региона Растет повсюду, почти от самого севера Австралии до Тасмании Так что многие фермеры знают об этом виде Ну и многие обычные люди знают этот вид, поскольку черное дерево – одна из самых известных местных австралийских древесин Вместе с красным кедром из Нового Южного Уэльса и Квинсленда Она экспортировалась в Англию на кораблях из-за красивой древесины Это калифорнийское красное дерево Из Калифорнии, дает древесину красного цвета Его отличие от большинства прочих видов здесь – это хвойное дерево Это не всегда значит, что древесина мягкая Хотя в данном случае это так, но хвойные деревья – это шишконосные растения Это, вполне возможно, самое высокое дерево в мире Но здесь нам нравится думать, что австралийский эвкалипт царственный – самое высокое цветковое дерево в мире Он, в общем-то, иногда бывает даже немного выше Будет ли фермерское лесоводство выглядеть как плантация? Я сомневаюсь Это будет лесоводством, где фермеры делают все, как им угодно Когда говоришь с фермерами, они хотят тени и укрытия для своего скота Они хотят, как минимум, сдержать эрозию почвы на своей земле И даже решить проблему эрозии Им нравится идея птиц и диких животных на их земле Если это не влияет на их сельхозпроизводство И сохранение биоразнообразия – тоже хорошая мотивация Я часто говорю людям, что не хочу, чтобы вы копировали то, что я делаю Не смотрите, какие именно виды я выращиваю Не говорите, что я посажу этот вид, раз он вырос на участке Роуэна Это работает все же иначе Я хочу, чтобы вы приехали с открытым разумом И уехали к себе домой с разумом, полным мыслей Как бы лесоводство выглядело на моей земле Вернуться, взглянуть на свою землю И подумать о том, как деревья могли бы изменить мой участок И потом творить, как бы стать художником Подумать, как можно вписать в него деревья, которые будут делать то, что вам от них нужно Улучшайте ландшафт и свое сельхозпроизводство Сделайте ферму красивее Оставьте наследие своим детям Есть множество причин, чтобы начать выращивать деревья Пусть это будет вашим холстом И вы напишите свою картину на своем ландшафте при помощи деревьев Видео переведено и озвучено По инициативе и организационной поддержке сайта лесосад golesosad.com Семена и саженцы редких растений Выращивайте ваши лесосады вместе с нами Перевод Святослав Макаров Голос за кадром и видеомонтаж Сергей Горин 2019 год